привет меня зовут артур мы продолжаем проходить амнезию уже эпизод 5 называется извлечение остановились мы о том что нашли группу спецназовцев размазанным тонким тонким слоем по полу потолку и стенам задача у нас прежние ищем янковский тихо ну и ищем феттеля само собой куда уж без этого так возьмем брони нам видимо сюда что у нас тут есть тут еще один обход давайте в него сначала пойдем а здесь у нас тупичок да возможно я наверх смогу выбраться сейчас посмотрим да так ну это видимо правильное место куда мне стоит идти давайте сначала проверим там вдруг там мои прелести лежат как же я без них эти штуки очень неплохо так облегчают жизнь блин сколько развелка прям куда ни посмотри везде куда-то доведет дорожка так понятно там у нас неприятели давайте тогда все таки значит сюда нам не обязательно идти возможно тут лежит как раз сюрприз какой-нибудь возможно это путь обхода чтобы по тактике пройти но блин запутанная 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 тут архитектура копа он ходит ну ладно на поближе на лента хорошо хорошая нычка я пскал только тихо блин только гранату сюда не закиньте это уже меня размотает тонким слоем так все кажись поищу хорошо блин напылили ничего не видно давайте посмотрим может у нас здесь какие нибудь усилители лежат там я вижу телефон смогу пробить не смогу давайте тут спрыгнем ну спрыгаю так ну что у нас еще есть кто-то кто-нибудь давайте включим послушаем первое сообщение да предупреждали неоднократно но народ тупо шел к своей цели и в итоге добился добил своего короче говоря так это у нас похоже тот самый угол да 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 за что боролись как говорится на то и напоролись так что у нас здесь здесь я тоже мог спрыгнуть но мы поступили получше так дробовик мы их просто расстреляли через вентиляционную отдушину он оттуда это было очень удобно так броня аптечка хороший автомат я честно говоря не знаю стоит ли убрать дать возьмем не автомат конечно стреляющий этими штырями приспособа не знаю как назвать так еще аптечка давайте подлечимся хоть чуть-чуть так один готов давай 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 лови туда гранату вылетел молодец так будет с каждым так чего с двое только было ну ладно это хорошо так идем идем и смотрим ищем свои усилители любимые учет все никак не найдем нет ничего ох как тебя приколотил это башкой к стенке бедолага что-то мне не нравится этот длинный коридор скорее всего сейчас что-то будет еще телефон а там у нас что давайте телефону послушаем одно сообщение хорошо до свидания так контрольная точка кровище чё тут произошло похоже его расстреляли отсюда вон до выходное отверстие кошмар простворить за каким заложником янковский заложник что ли так надо отступать беги 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 сейчас граната прилетит деваться будет некуда ладно еще кто есть нет подкрепление вам не нужно не надо ребят где он затихарился мерзавец ухты в уголки сидел скотина все кажись кончился так и пора уже попрощаться с этим огнестрелом взять пистолет-пулемет или винтовку потому что патронов уже нема так и где заложник какой заложник как вам говорить за дверь опа вы можете снять с меня эти бомбы попробуем мама кошка мы нашли заложника он заминирован расходил вызываю специалистов давай его сюда так что с того делать здравствуйте вы из спецназа да 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 только спокойнее мистер бишем алдос бишем спецназа спецназа так неподалеку возьми их под контроль и проводи специалистов спешим лифты хорошо сейчас будем искать лифты но видимо его надо разминировать не уверен что у нас это получится игра такая тут все через жопу идет обычно так что вполне возможно что ты паренек у нас взорвешь всякие дрени фени так нам видимо сюда блин да что это за бардак ёлки палки опять тишина опять затишье контрольная точка хорошо так опять два подхода пойдешь с одного обойду с другого блин да сколько тут места давайте сюда зайдем осмотримся помаленьку так что джигурда а нет непонятный хрен тут у нас ничего что у нас тут тут у нас ничего кто-то влез в охранную систему похоже они решили поймать тебя в ловушку так это меня не радует кактус птичка ну блин сколько лифтов то давайте сейчас хранимся я чувствую сейчас что-то будет ой 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 живой 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 зачем я перезаряжаюсь давай стреляй быстрее так надо ступать здоровье ни к черту аптечку бери 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 ищите давайте ох ёлки палки сколько вас там блин и двери закрыты жду так ловите подарок ооооооо блин я тут похоже погибну ооооо ха-ха-ха Снесли просто так будем иметь в виду здесь нам пригодится Дробовик. Хорошо. Это чё за... Чавкай. Конечно. Давай стреляй. Да что ж ты, блядь? О! О! Ёлки-палки! И чё, херели там что ли? Так, и чё мне с ним делать? У меня гранат нет. Блин, вот сносит, да? Запишемся. Фу! Я так и чувствовал. С жопой чуя, что сейчас... Лови, лови, лови. Падай, падай. Давай, давай, давай. Хорошо. Вон ещё идут, да? Ну, давай. Не стрелять! Эй, привет. Рад тебя видеть. А мог бы и пальнуть. Так, чё, ребят? Эту дверь можно открыть? Увы, нет. Значит, подойдём к проблеме творческой. Ты один? Как тебе удалось так долго продержаться? Да я сам охреневаю временами. Так, ладно. Пора возвращаться, похоже, к заложнику. Путь открыт. А, ну, в принципе, да, нормально. Проделай дырку в стене рядом с дверью, если не можешь её открыть. Нормальное решение. Так, чё за... Джигурда! Джигурда! Ладно. Так, а здесь я не был, по-моему, да? Не был и не надо. Эх, надо было сегодня больничный взять. И не говори. Вроде тихо. Это хорошо. Хе-хе, ты куда покатился-то? Вы сапёр? Угу. Не волнуйтесь, всё будет окей. Пожалуйста, снимите эту дрянь. Да, эту штуку явно ставил профи. Так, я отойду, пожалуй. Так, вы успокаиваете? Ставил-то профи, но я-то мастер. Вот так. Пожарная тревога? Да, сработал на посту охраны этого этажа. Пока ты её не отключишь, лифты не заработал. Так, у нас теперь тут открылось. И это хорошо. Сейчас будем отключать лифты. Ну, сюжет, как обычно, приостановился. У нас идут суровые спецназовские будни. Проводим зачистку помещений. Больше ничего, собственно, не происходит. Шестой этаж. Ещё бы знать, на каком мы этаже. Здесь этажи просто туча. Погоди, здесь шея был, да? Да-да-да, я он оттуда расстреливал, народ. Так, ещё одно сообщение. Чё-то сегодня много так говорили. Первое сообщение. Элис Вейт. Привет, Алтус. Это Элис Вейт. Я отправила тебе подборку газетных статей про Оберн за последние 25 лет. Всё, что говорила та старуха, подтвердилось. Тысячи людей испытывали проблемы со здоровьем именно после того, как побывали в этом районе. Но если там действительно какое-то загрязнение, то почему ни в почве, ни в воде не нашли никаких следов? Ерунда какая-то. Ладно, поговорим потом. Сообщений больше нет. Ну, а ну чё? Народ сюда приезжавший страдал проблемами со здоровьем. Видимо, это Альма на людей плохо влияла. Или что? Не знаю, пока что история об этом умалчивает. Блин, да пожарку надо выключить. Она противно пищит так. Так. Кровища. Ох, как я не люблю такое освещение. Ну чё, в лифт? Давайте туда сходим сначала. Ага, вон там чё-то можно активировать. Давайте послушаем. Ну, как и обычно, короче, переговоры перепуганных людей. Ага, я знаю, кто это сделал. Скотина жрёт свои чипсы. Надо было его сразу пристрелить. Так, чё? Тихо. О, о, сука! Хватит смотреть на меня. Ха-ха-ха. О, сука! Ха-ха-ха! Вернулся как же. И чё, как мне к Холидею? К этому негритосу. Или афроамериканцу, если быть поликорректным. Хотя негритосу. Так, ну что. Видимо, поехали. Блин, я ненавижу лифт. Ну, как обычно, ну. Поехали дальше. Хрен, там придётся опять на строящемся этаже вылезать, похоже. Надеюсь, ты меня не перережешь пополам. Так, короче говоря, надо быть осторожным. Чё-то я расслабился, меня эта девочка опять до срачки напугала. Тупик. Тупик и ладно. Ну и ладно. В принципе, я думаю, на этом мы завершим эту серию. Теперь я планирую выпускать не обрезками одной большой серии, а делить конкретно на серию с началом и концом. Так что всего хорошего. Увидимся в следующих частях. Пока-пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok